Отец, мы молимся, чтобы принять огонь и это чувство срочности того, чтобы нести благую весть другим людям. Другим народам дай нам этот огонь. Промести этот огонь внутри нас. Мы открыты. Мы хотим его. Отец, дай нам огонь Твоего Духа и понимать важность того, чтобы приводить другие народы в Царство сейчас. Мы ему просим Тебя. Откровение, 21 глава. Даже с 20 главы. Или же давайте с 21 главы. Первый стих. Видение, 21 глава, видение, которое было у Йоханана. Я прочитаю первый стих. И увидела новое небо и новую землю. Прежнее небо и прежняя земля миновали. И моря уже нет. 22 глава, откровение. Первый стих тоже. Тоже на влете буду читать. Первый только стих. Показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца. А чем это вам напоминает? A river? Where do you see four rivers? Where do you see what? Four rivers of water. Где вы видели четыре? But does it say four here? Gana Eden. Четыре реки жизни были где? Это изображение, изображение Gana Eden, даже дерево жизни. И видите, что последняя глава. Вы видите описание Gana Eden. И в 21 главе. Это восстановление нового творения. Да? И две последние главы Библии. Это картина. Это картина или же описание первых глав Библии. Это видите? Это очень важно. Видишь, что Библия последовательна, логична. С самого начала до конца. И в 20 стихе. Let's read verse 20. Chapter 20. Sorry. Chapter 20. Verse 2. It says in Hebrew. Just read verse 2. I say in Hebrew first. He взял дракона, змея древнего, который из дьявола и сатана. И сковал его на тысячу лет. Again, you remember where this happened? Помните, где это было уже? Chapter 3. Chapter 3. In Genesis. Chapter 3. In Genesis. Chapter 3. In Genesis. The snake. The snake takes his victory. The snake takes his victory. Three chapters before the end. He's losing. За три главы, за три главы до окончания истории, он, наоборот, терпит поражение. You see again. It's parallel. In the beginning to the end. And also, of course, you can see the wedding of Adam and Eve. The wedding of God and his bride. All parallel. Все было запланировано с первой главы. Все. И даже распятие, которое было запланировано с самого начала. Откровение. Откровение. I think it's 13. Кажется, Откровение 13 глава. Yes. Okay. Revelation 13. Verse 8. This is a... It speaks about the beast. All kinds of horrible things. A little remark. A little thing is mentioned in the end of the verse. And it says in verse 8. В 8-м стихе сказано. В Откровении. И поклонятся ему все живущие на земле, этому зверю. Которых имена не записаны в книге жизни. У Агнца. Заклонного. От создания мира. Даже до начала мира. С начала творения. Бог уже знал о кресте. Он уже запланировал его. Все спланировал. Нет, не было сюрпризов. Он не идет... О, Адам согрешил. Что нам теперь сейчас делать? О. И планирует, можно сказать, на пути. А, сделаем, что сделаем. Походу решим. Все. Все он уже спланировал с самого начала, до конца. От начала творения. Все было создано для того, чтобы привести к новому творению. Это план Бога. Это история в этой книге. И он создал все остальное. Семя и плод. Луна, которая исчезает, появляется. Солнце, которое спускает. Солнце, как мы видим, оно вращается вокруг Земли. Или Земля вокруг Солнца. И всегда Солнце направляется на Запад. Какие Евангелия? Как Иисус говорит, я Солнце праведности. Все малейшие детали. Все уже было запланировано. Строитель, допустим, взять строителя. Как Саша. Ты можешь нам сказать, да? Строитель, который строит стоэтажную башню. Стоэтажное здание. Разве он так скажет? Ну, давайте посмотрим. Давайте начнем строить. Там уже посмотрим. Сколько у нас получится этажей. Ну, как бы фундамент уже залили. Ну, по ходу дела решим, докуда доберемся. До какого этажа. Ты, наверное, с ума сошел, если ты так будешь строить. У него все малейшие детали его будущего здания уже запланированы. Царство Небесное. И Царство Небесное. Если человек начнет строить без того, чтобы посчитать издержки, либо пойдет ли царь на войну без того, чтобы посмотреть все детали, все подробности, каждую дверь, каждую розетку, все он уже спланировал. Прежде чем первый бульдозер вырыет, первый ковш возьмет, то очевидно, что все уже было спланировано. Не так, Саша? Даже в маленький дом не начинаете вы без планирования. Все находится в свете нового творения. И, как говорится, в римлянам восьмой главе все творение будет освобождено. Что камни стянают, кричат под этим грехом и загрязнением и ожидают нового творения. Как вы помните, мы читали 2 Петра 3 главу о том, что было до Ноя и после Ноя. О потопе огненном. Все, все как расплавится и будет потом восстановлено. Восстановлено. До Ноя и после Ноя. Когда Ноя вышел из ковчега, он оглянулся вокруг, что он увидел. Новое небо, новая земля. Это мир был другим уже. Все изменилось. Но все равно это был тот же самый мир. Это было новое творение, однако не такое же новое. Так же самое, как мы рождаемся заново, свыше. Но все равно это же мы, это все еще вы, все еще вы, рожденные свыше. Камень есть камень, земля есть земля. Поэтому это будет восстановлено, но так же будет земля до Ноя и земля после Ноя. и земля после Ноя. Но как же это произойдет? Через потоп огненный, через взрыв, через суды, суд. И это произойдет. огонь сойдет на неправедных, на злых, на грешных. Помните, как все соберутся против Иерусалима, все грешные, злые люди, и потом Бог судит их. И не будет других вариантов. И мы должны понять, что это призвание, что это срочно. Подумайте о апостолах первого века. Что они какие слова говорили для евангелизации? Что у них было? Некоторые из них видели крест. Это удивительно. Некоторые из них знали Иешуа лично. Потом он умер, воскрес, он поднимается на небеса, и они идут в другие народы. Это удивительно, что вообще произошло. У них была инновация, то, что можно рассказывать остальным. И у них было чувство срочности, чтобы идти и говорить каждому. Сказать, я видел это, я видел это, я видел его. И сто лет спустя они все еще говорили. Это произошло, вы должны это знать, люди. И прошли сейчас тысячи лет, и две тысячи лет, мы на другой стороне уже. Что у нас есть? Что мы можем сказать? Это грядет, это идет. Все, что они говорили, это правда. Оглянитесь вокруг себя. Нету времени уже, кто знает. Не ждите. Это что-то, что должно гореть внутри нас. Господь возвращается. Посмотрите, что произошло с миром. мы должны гореть этим огнем, чтобы сделать это. Мы евангелизируем, мы принимаем участие в евангелизационных компаниях в Израиле. Всевозможные компании на улицах. Но мы думаем, что самая эффективная евангелизация, способ евангелизации — это личный евангелизм. Один на один взаимоотношения. Мы нашли, мы увидели, что это самое эффективное. И знаете, что девять было водных погружений, девять погружений водных, девять крещений новообращенных израильтян. Они абсолютно евреи, с маминой стороны, папиной стороны. И они погрузились в воде, в миквы совершили. За четыре месяца девять человек приняли погружение. Это удивительно. И также были другие, которые не новички, но все же они хотели принять погружение в микве, чтобы присоединиться к Царству. Поэтому есть плод в этом. И мы все принимаем участие в евангелизме. Когда у нас есть сила Духа Святого, мы видели в Диане первой главе, он говорит, исполнитесь силой. и тогда вы идете. Видите, что от Духа Святого у нас есть сила. Что это за сила? Это сила для чудес, знания, пророчества. У нас есть это, когда мы идем и его анализируем. и когда один на один вы сидите и общаетесь с кем-то. Друзья, у вас есть сила исцелять больных. В вас она находится. Царство Божие вечно. И в нас внутри должна находиться вечная сила, чтобы принести это. и Он дал нам это. У нас есть помазание Духа Святого. Помните? Что Иешуа сказал в синагоге? Дух Господен на мне, и Он помазал меня, чтобы нести благую весть. Да. Луки 4. Да? Или нет? Да, Луки 4. в принципе это Исайя. И у нас есть смелость. Что такое смелость? У вас есть смелость в Украине? Хуцпа. У вас есть это в Украине? Потому что в английском нету слова хуцпа. Давайте откроем деяния. 4. Acts chapter 4. Деяния 4. Исайя. Исайя. были Кифа и Йоханан там их взяли их привели в Синедрион и когда их отпускают что они говорят? Они молятся спасибо Бог сотворивший небо и землю и о чем они просят у Бога? они просят о защите? чтобы их не поймали? нет что они говорят? 29 стих и ныне Господи воззри на угрозы их и дай рабам Твоим со всей смелостью говорить Слово Твое со всей хуцпой говорить со всей смелостью через силу Духа Святого поэтому, что нам дано? сила нам дано помазание чтобы привлекать харизмой быть харизматичным когда вы говорите и это помазание на вас люди слушают вас и все вы чувствовали это ранее когда вы говорите с кем-то о Господе потом вдруг чувствуете что-то на вас как электричество потом другой человек вот так делает это был Дух Святой и также у нас появляется смелость не бояться не бояться, но это сверхъестественная смелость это не просто такая ну как бы отважество отважность это Дух Святой выкладывает в вас это что вы бы не сделали это без Духа Святого вы бы так отстранились но это дано нам и даже в наихудших ситуациях Дух Святой говорит через нас Марка Маркус 13 я хочу чтобы вы записывали эти стихи и прежде чем вы уйдете прежде чем вы будете говорить с кем-то убедитесь что это написано в Слове и вы приняли это оттуда получили не думайте да, это Ювал нам сказал да это не поможет людям не верьте мне посмотрите в Слово и потом скажете да мы верим Богу мы верим в Слово Божьему и это дано нам поэтому Марка 13, 9, 11 но вы будьте осторожны смотрите и они поведут вас в Синедрионы будут вас бить в Бене-Кнеседе и перед правителями царями они ставят вас как свидетели о моем имени но во-первых нужно чтобы Евангелие благая вещь была провозглашена во всех народах и поэтому когда они вас поместят в тюрьму и предадут вас не переживайте о том что вам надо говорить потому что то что будет дано вам в тот момент вот это вы и скажете и не вы будете говорить но Руаха Кодыш он будет говорить через вас даже в худших ситуациях и также заметьте здесь они вас в Синедрион поведут на Кнесед побьют вас именно это когда придет время для спасения Израиля и прежде чем они это сделают с вами сперва народы должны спастись даже здесь вы видите время евреев и время народов поэтому что мы получаем от Духа Святого чтобы быть свидетелями он говорит идите по всему миру и будьте моими свидетелями мы получаем силу где об этом написано Деяния первая глава восьмой стих сила Деяния 1.8 мы получаем помазание где об этом написано Исаия 60 но еще Исшуа говорит я даю вам это Луки 4 то что Исаия говорил теперь это мне принадлежит Луки 4.18 хотите открыть давайте откроем поэтому что происходит в Луки 4 главе Исшуа сказал Дух Адоная на мне потому что Он помазал меня благовествовать смиренным и Он послал меня освободить пленников узников и открыть и открыть глаза слепым и те которые сокрушенные огорченные их освободить и называть это годом победы Иуд-Хей-Вав-Хей Адоная это Адоная Исшуа и теперь Он говорит что это вам принадлежит то же самое на вас тот же Дух это Луки 4.18 это помазание Духа Святого на нас быть свидетелями Исшуа где мы получаем смелость помните мы только пришли Деяния 4 29 когда они говорят теперь Боже дай нам смелость хуцпу have it always in your pocket because if you forget then how can you be sure again say it again have it always in your pocket have it всегда берите всегда эти стихи в своем кармане не носите так чтобы быть убежденными уверенными прежде чем вы пойдете у нас есть сила помазание смелость и Дух Святой говорит через нас даже в самых плохих обстоятельствах это Марка 13 и представьте себе что каждый верующий по всей земле будет по крайней мере одному человеку свидетельствовать в день один человек в день каждый в мире вы понимаете что бы тогда произошло весь мир бы услышал Евангелие за два дня это просто один в день это мы делаем нашей команде поговори с одним человеком в день найди его я скажу вам что никогда не дается хорошее время для свидетельства никогда нет в подходящее время всегда все занято всегда мы заняты всегда есть что-то делать вы всегда куда-то идете всегда на пути куда-то потом человек спросит что ты говоришь о нет о полчаса опять эти вопросы о Вишо я опаздываю о забудь это нет это когда Бог говорит тебе я опоздаю меня накажут я опоздаю на встречу но Царство Божие вы кому-то донесете и об этом Ишуа молился в Иоанна 17 главе давайте завершим Иоанна 17 главой вот о чем он молился именно об этом он молился 21 стих пусть они все будут едино как ты отец во мне и я отец в тебе так что они также будут в нас чтобы мир поверил что ты меня послал и в 23 стихе я в них и ты Бог во мне и чтобы они совершились и стали едиными и так мир узнает что ты меня послал и что ты возлюбил их как ты меня полюбил он молится что все тело все верующие все они принесли Царство Божие остальным один человек в день со смелостью с помазанием с силой мы можем это сделать спасибо Иешуа что каждый все мы есть сила помазания смелость Духа Святого чтобы донести Царство другим чтобы быть свидетелями Тебе и даже если они нас поймают Дух Святой будет говорить через нас Тода Иешуа Амен Аллилуйя Stay for the videos Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok